ну что друзья всем привет подписчикам зрителям моего канала сегодня у нас 25 мая и что мы будем сегодня делать так это менять зимнюю резину на летнюю и менять мы ее будем своими руками сейчас я покажу как на внедорожнике резина у меня вот такой размер как поменять резину зимний на летнюю самому без шиномонтажа и попутно расскажу почему я не еду в шиномонтаж в процессе в процессе замены вы это все узнаете но вначале я сейчас снимаю колесо и начинаем его бортировать то есть снимать с диска друзья колесо и открутил значит сразу даю советы молодым неопытным это все из профессиональной практики первое при подъеме колеса домкратом обязательно ставьте под домкрат дощечку поверьте домкраты очень часто вылетают второе подымая колесо у меня хоть резина вся одного размера но вот эти колеса у меня дутыши они пониже а сейчас я покажу буду резину свою которую ставить я к хаму она такого же размера такого же размера но выше потому что вот это размер одинаковый ну так делами на это вот он абсолютно одинаковый размер но это надувается кумхо как шарик а юка хама стоит ровно то есть не раздувается из-за этого она выше и при подъеме домкратом машины вы сразу подымаете намного выше а не так что оторвалось колесо от земли и все остановились потом вы захотите уже будете ставить колесо и вам придется или копать яму но это при условии что есть возможность если же это на твердом покрытии асфальт еще где-то то вам возможно принад понадобится приподнять домкрат но бывает ситуация что машина пока стояла чуть съехала чуть наклонилась вот как в данном случае есть небольшой наклон и может получиться так что дальнейший подъем домкрата будет невозможен так как он уже может выскочить и точнее вам придется оставить пенек причем пенек ставьте всегда только сняли колесо сразу что-то подложите неважно как у вас там домкрат стоит что там наложено досочки сверху снизу всегда всегда упор дополнительный миллион случаев когда люди оставались без пальцев когда вылетала домкрат а к человек что-то ковырялся со ступицей тут и пальчики потом на асфальте собирали один раз лично видел сам значит всегда подкладываем что-либо выскочил домкрат машина по крайней мере встанет на упор то есть или бывают люди что подымут и что-то копаются под ней у меня знакомого соскочила нас к ней домкрат выскочил весной и он лежал между задними мостами очень долго и когда его нашли короче кинул он кони а все из-за того что никогда не подставлял ничего вот такого для страховки идем дальше у меня ролик выпущен сейчас он второй по популярности на канале ссылку оставлю чуть ниже я рассказывал о том как убрать буртик с тормозного диска значит большое количество просмотров и конечно же всегда попадаются имбецилы которые рассказывают что он уже не заполируется что ему кранты что там толщина особенно нравится когда умники пишут вы горит можете посмотреть на своем диске с торца будет стоять стоять и значение при котором надо менять диск то есть допустимый износ вот если эти умники вот найдут у меня сейчас вот здесь обозначение все обозначения можно найти только на новом диске идем дальше также про колодки там какой-то осел писал что они все сейчас у тебя сотрутся то есть посмотрите ролик где я полировал диском лепестковым буртик убирал и полирнул эту часть вот я проехал уже год почти вот состояние колодок моих они как новые все у меня хорошо все отлично ничего не стирается это также как и истории что разъедает если обработать отработкой днище тоже популярный ролик там уже миллионов несколько просмотров тоже сказочники олухи пишут которые вообще в машинах не понимают что все запаска у меня разъезд все резинки разе соленблоки разъезд то есть настолько ну если нет опыта то лучше вообще ничего не пишите значит идем дальше колесо перед тем как снять колесо это опять же все такое по-быстрому экспресс для молодняка подняли все колесо крутится вращается проверяем его на люфт то есть в данных не важно какая модель у меня подшипники подтягиваются да я могу разобрать подтянуть вручную то есть как на камазе как на мазе то есть спереди у меня такая система то есть приподнял проверили сразу люфты почему сразу они потом когда ставим колесо обычно когда уже потом будем ставить колесо поставили подтянули сняли домкрат все затянули поехали вспомнили обычно это так бывает то есть люфт проверяем сразу проверили мы уже знаем даже если забудем потом все равно у нас все как бы под контролем знаем что надо разбирать ступицу подтягивать или допустим если не подшипник не подтягивается то уже готовимся к замене это к тому чтоб лишний раз не подомкратить машину туда сюда идем дальше обязательно потому что бывают случаи люди схватятся за это дело и потом начинается такая проблема всегда надо видеть вот такую коробочку чтобы сейчас золотник я снял просто отсюда чтобы можно было спустить спустить колесо открутить в основном у нас везде пластиковые колпачки вот представьте вы решились вот так посмотрели видос решили сами все сделать снимаете значит или будете там спичкой палочкой травить что может привести тоже ни к чему хорошему бывает не приводит надо выкручивать золотник это будет все быстрее и намного лучше все основное я сказал значит ну а теперь приступаем самому самой сути видео как снять одну покрышку и натянуть другую без шиномонтажа значит вкратце сейчас расскажу почему я это делаю тогда у меня висят грузы литой диск или через какой-то сплав не суть низ не железный штампованный ситуация ребята в чем на этой машине я уже менял резину это наверно какой у меня раз два три 4 5 6 7 раз наверно и горькому сожалению не знаю может у нас только в петрозаводске такие имбецилы шиномонтажники я на них смотрю просто в шоке возможно многие не обращают на это внимание но я как всю жизнь занимаюсь все с техникой с грузовиками дальнобой мне это как бы я эту вижу всю лобудень и качество бортировки то есть сейчас покажу если тут видно на этом вот позже он позже она вот эта резина это происходит при разбортировании колес у нас по крайней мере так то есть такие мастера есть при мне один раз я поменял бесплатно когда увидел как он стругает монтажка летает отсюда стружка вот и значит далее плюс балансировка я всегда делал балансировку но открыл очень интересный такой факт что каждый раз после того как я заменил резину я начинаю движение этих буквально через сто километров в первые сто километров я вначале слышал удары по подкрылкам я вначале не понимал что за хрень вот оказывается у меня отлетают грузики все время то есть они вот так как заколачивают они их так вот заколачивают и все это благополучно чертовой бабушки оттуда вылетает и практика показала что есть у меня эти грузики что нет у меня нет биения то есть и пока переживание резина у меня нормально не кома какая-нибудь уазовская да где там пол килограмма туда-сюда то есть я сейчас поменяю колеса и соответственно все прекрасно буду ездить то есть и плюс к тому что машина у меня не такая сверх скоростная максимум я на ней езжу сотку разгоняют так как дизель 2 и 3 турбодизель значит мне вот эти грузики я как понял как ведь моим колесам как мертвому припарка так что насчет вот этого я не переживаю почему и особо нет у меня такой болезни балансировки будет биение какое-то если вдруг мне не трудно будет подъехать да там чисто отбалансировать но как я смотрел многие выпуски вот на такие диски должны клеится грузики чистится колеса изнутри клеится грузики сюда значит на лицах всяких дисках кроме штампованных штампованных но у нас вот видите заколачивает молотками похеру на все вообще значит так что вот так ребята ладно ну а теперь приступаем спускаем колесо спускаем колесо и начинаем снимать покрышку так ребята колесо спущено единственная сила мне тут телефончик но не суть значит далее чтобы она полегче снялась надо надо чем-то брызнуть для начала я с обеих сторон это делаю для профилактики чтобы легче она соскользнула с диском можно мылом чем угодно раствором в порошком я вот у меня как привык к одному тут вот мастер но это не суть типа vd-40 вот брызнули с обоих сторон и через вот такой брусочек всем надеюсь известно подкладываем на твердой поверхности до самого диска то есть брусок стоит у нас снизу и прыгаем на покрышки то есть прыгаем сверху на диск естественно срывается покрышка с одной стороны потом переворачиваем и делаем с другой ну дальше объяснять как снимать покрышку с диска не буду никакого космоса нету то есть снимаем потом показываю самый важный процесс это как надеть колесо которое пролежало какое-то время и какие возможны варианты с тем что его будет сложно накачать сейчас снимаю диск а потом уже показываю как выглядит обувка покрышки такого диска подходим к самому главному и так ребята покрышка снята новая подготовлена которая будет ставиться обязательно протираем вот все здесь губкой прочищаем с обоих сторон вытряхиваем мусор из покрышки смотрим на наличие нет ли саморезов камушки выковыриваем сразу также если заплатки есть и допустим вы резину не знаете где какая стояла или так досталось то есть лучшие колеса ставим наперед также смотрим где перед где за тупо картость где внутрь где наружу то есть данном случае видим да так и так хотя по здесь нет направления движения когда есть направление движения стоит стрелка или туда или сюда не суть с этим разобрались диск очень важно отнестись очень внимательно в диску я вот очищался с металлической щеткой здесь у меня была резиной промазана значит вы чистил все до металла не поленитесь не спешите потому что на утро может оказаться что у вас колесо будет спущено и будет обидно вся эта проделанная работа то снимательно зачищаем все и вот на этом этапе да на этом этапе нам понадобится вот такое мыло хозяйственное там принципе любое в кипяточке его растворяем и обязательно изнутри хорошенько промазываем не жалеем делаем чтобы у нас была хорошая пленка также делаем делаем вот здесь все делаю с рук так что извините за тряску хорошенько промазываем и бортируем мыло закроет в те моменты которые каток через которые может начать спускать колесо так что этот момент не жалеем сейчас я попробую получится так не показать весь весь уже в этом мыли и не жалеем все полностью внутреннюю часть так где будет там где будет садиться диск хорошенько промазываем это у нас будет почти что заменитель жидкой резины ой сырой резины который использует шиномонтажах но мыло у нас это старый проверенный дедовский способ так что ничего страшного в этом нету промазали убедились что везде есть мыло и начинаем бортировать колесо немного прерву сейчас подготовлю все после того как все намазано замазано приступаем завершаясь к одной из завершающих частей это сборка диска установка покрышки на диск делается это не сложно это не практически мгновенно единственный момент надо иметь монтажку хорошую так близко штативу и желание так если у вас какие-то там супер диски делайте это есть пластиковые монтажки с пластиковыми насадками если уж вас приперло на новых дисках самому поменять все в принципе все также здесь ничего сложного нету первый раз может подольше но поверьте на четвертом колесе вы будете профи старайтесь меньше мусора покрышку что попадал так лесу собрано теперь вставляем компрессор смотрим как пойдет процесс накачки а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, ну, как видите... Как видите, все, задавил я покрышку. Пролил с одной стороны, сейчас пролью с другой. И качаю 2,3, у меня давление я ставлю у себя на покрышках. И после установки я сейчас просто еще прокачусь, мальца, тут пару километров, для того, чтобы на всякий случай, чтобы покрышка встала пока там еще все более-менее сырое. Мыло, то есть, чтобы покрышка более лучше прилегла к своей поверхности диска. И у меня не было проблем, чтобы оно не спустило. Значит, и в принципе на этом все. То есть, как бортировать я показал. Следующее видео... Колес у меня еще хватает. Значит, следующее видео будет о том, что бывает такая проблема не снять покрышку с диска. И что можно сделать. То есть, вы вот сняли колесо, разбортировали. Точнее, сняли колесо, спустили, стали его бортировать и никак. И чтобы не раздолбать диск, не колотить туда монтажками, кувалдами, чтобы не наделать шишек и не порвать корт, покажу простейший способ, как можно в домашних условиях снять диск, снять покрышку с диска. И также еще будет видео о том, как в случае, если у вас, вы не можете накачать после замены покрышки, но никак она не садится по кругу, как можно очень быстро усадить покрышку на диск, чтобы она, естественно, прилегла, без всяких там мучений, копаний, ковыряней. Так что, ребята, кому понравилось, лайкуем, майкуем. Также, кому удобно, переходим на Дзен-канал. Оставлю ссылку сейчас внизу и на группу, у меня сообщество ВКонтакте. Тоже заходите, тоже там выкладываю видео ранние. Кому интересно будет, захотите, подписывайтесь. Там тоже все есть. А на этом, думаю, можно уже заканчивать видос. Всем пока, лайкуем и до новых встреч.